привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить тень колосса или как кто-то там перевел в тени колосса что по сути неважно у нас на очереди 6 по моим колосс последней серии мы убили летающего вроде как тварь а нет мы убили здоровенного подземного монстра после этого прошло достаточно много времени сейчас я буду вспоминать управление этого колосса которого мы сейчас будем бить я уже попробовал побить во время предыдущей записи но там настолько сильно втыкал что забросил это дело и короче говоря сегодня будем пробовать по новой поэтому я знаю уже куда идти но собственно что будем делать с колоссом разбираться будем сейчас наш следующий враг это руины спрятанные около озера там водится что-то громовое под водой это подводный червь такой то ли червь то ли сом то ли уголь какой-то нам его как бы там не было нужно завалить сложность в том что он плавает под водой так ну давайте искать насколько я помню он просто очень далеко находится давайте поскакаем когда я говорил что колосса по сути безобидные на самом деле это не так вот эти земли запустевшие запустевшие они именно потому что сюда пришли колоссы ну это написали в комментариях я честно говоря лор игры не сильно читал а в игре в самой то не особо объясняется так лошадь лошадь иди сюда и в комментариях постоянно споры как и зовут то ли авра то ли агро кто-то там вообще говорит андрюха ну явно не андрюх так нам нужно скакать потом туда поехали лошадки конечно у нас на размером со слона короче говоря в предыдущий раз и она уже писал на седьмую там серию был дико уставший просто крутился здесь наверное в течение 40 минут я не знал куда скакать на самом деле это все было достаточно очевидно сейчас уже когда со свежими силами это все начинаю я думаю мы достаточно быстро справимся потому что нет вроде как можно убивать птичек вроде как можно убивать вот этих змеек всяких там ящериц которые ползают под ногами иногда это будет прибавлять нам здоровье но это по сути не так важно так внизу пропасть где мы били быка туда я тоже спускался в прошлый раз когда искал эту дуру так нам здесь уже офигеть как много этих столбов бьющик в небо потому что мы убили уже порядочно колоссов в принципе пока больше всего мне понравилась эта лошадь которая с которой мы играли в прятки она искала нас в одном месте в это время мы по шерсти на ее заднице забирались и на спину это был необычно так вроде как нужно скакать в эту сторону что самое печальное что здесь сейчас мы заскачем в это ущелье зайдем и тут уже не будет света мы не сможем посмотреть куда именно нам нужно по направлению поэтому нужно будет действовать практически наугад а тут довольно большое насколько помню пространство если еще авра будет тупить то это будет вообще прекрасно не но все-таки насколько офигенно поработали дизайнеры это это просто обалдеть игра при том что так при том что графически выглядит просто ну не скажешь у бога она просто выглядит именно как игра с playstation 2 кое является но даже по современным меркам вот этот все от развивающийся шарфу главного героя хвоста лошади отличная анимация все это выглядит очень даже птичка отойди короче говоря судя по всему если следует лору как кто-то там отписал если следовать истории мира то им на колосса пришли здесь всех убили поэтому тут такое запустение поэтому ведь ты так их не жалеешь больно мне все равно их жалко потому что они по большей части гуляют все спокойно никого не трогать так я там или не там вроде где-то там да принципе если этот босс не его уже видел если все будет так как я думаю то это возможно будет одна из самых длинных серий то что офигеть какой не то что сложно я придется много ждать потому что он плавает под водой нужно будет выискать момент когда он всплывает так ну вроде я туда прискакал нет так я вам сказал что я сейчас думаю но материться не хочу мы опять начинаем блуждать вообще в этой игре вот не помешал бы какой-нибудь я не знаю цель указатель когда спейси чтобы нас за ручку вели конечно игра не про то так ну вот в принципе я думаю сюда все правильно я же подумал что мы заблудились хорошо вроде то она так коняшка иди пока отдыхай там травы поешь если найдешь а мы будем разбираться красивые места офигеть да ну блин не графически но вот что-то вот именно такое есть от dark souls от demon souls японцы они умеют вот такие вот загадочные какие-то заброшенные сооружения делать именно интересными и таинственными такие моменты чувствуешь себя каким-то не знаю первооткрывателем просто так вспоминаем правление кстати как-то цепляться я даже не помню как цепляться случае чего по-моему кнопка r1 так ну там под нами внизу ой пока а не падай пока короче говоря внизу плавает бабайка электрический угорь у него на спине три костяных нароста каждый из которых кратит так все полетели вниз хотя можно просто не спуститься зато это было зрелищно и и познакомьтесь наш новый колосс как ним подобраться если он под водой все время честно говоря не знаю наш герой напомню умеет нырять но ныряет он где-то на метр в глубину не больше то есть как-то вот так кратит постоянно так он не не сожрет сейчас так ладно хорошо нет он опять ушел на 1 так хорошо москратно ну в принципе нормально зацепился за хвост и сейчас мы утонем и задохнемся кивеньки нет ой что я надел ну короче суть понятных нужно цепляться за него когда он нас хочет сожрать если он нас до этого времени конечно не убьет своим электрическим разрядом бурка вот такие а мне вот интересно они как вот там не знаю сюжетные точки они вообще живые существа или это какие-то там мифологические создания им кушать нужно ого соседи проснулся так ну я не знаю давайте сейчас он наверно по новому на меня зайдет но все-таки хочет меня убить или не зайдет вообще по большей части у этих колоссов я заметил что им плевать по большей части на меня то есть как вша плавы вокруг них если уж начиная там носить урон они начинают беситься но в соседи по-моему лучше отплыть от этой колоды потому что тут выйти наверх не может хотя он что то что-то у нас есть все пошел на меня сейчас я хапну тока но зацеплюсь ему за хвост да тихо шоу шоу сейчас все надежимся за хвост не но эта игра она одновременно крайне тупая то есть вообще просто в ноль но при этом очень крутая и как-то не знаю она необычно то есть правы и те и те в комментариях и те которые говорят что она дико скучная и те которые говорят что это что-то с чем-то потому что временами момент она дико доставляет сейчас главное не отцепляться не отцепляет не отцепляет не отцепляет не отцепляет не отцепляет не отцепляет но это и отцепляет и отцепляет но она чувствую сейчас погибли потому что Блин, это не очень хорошо все идет Кстати говоря, по слухам Вот это вот я смотрел недавно Лест Гарден, то есть Последний хранитель Последний страж Следующая игра от этой студии Она выйдет в конце следующего года Так, отступаем Хорошо И теперь ждем хвостик Схватились Но я не знаю, есть у него тут места, куда еще можно бить Потому что вырубим мы ему сейчас этот Костяной нарост Что он дальше будет делать А жизни мне кажется, что это постепенно восстанавливается Так, чуть-чуть пробежали Я даже не успею, наверное, за этот заход добежать дотуда На, погнали Блин, пока что это самый утренний бой, да? Ну, вроде как Что-то получается Так, пошел под воду Всплываем Погнали Еще бы ты у нас сбежал, конечно Ты у нас больше, я не знаю, в истерике бьешься тут Катаешься по нему Ну давай, да Так, сейчас я буду тебя убивать Иди сюда А я под водой могу ползти к ним, нет? Нет, не могу Так, маленько подержимся тут Потому что он сейчас замернет И хоккан у вас просто вырубит Все, вот сейчас Давай Отлично Половины нет Что делать дальше, я пока не буду А, вот он, на голове Все, пошел на дно Или нет Давай, давай Так, хорошо Да, блин, тут вообще не успеешь Маленько привстанем Подышим Все Ударить уже не успеваем Ну, короче, если так будет продолжаться То мы сейчас Побыстрее О, что Еще один такой ударчик Или парчик Все, последний удар остался Нормальный, короче Пошел процесс До свидания Было весело Ну, в принципе Когда знаешь, что делать Было бы прикольнее Ну, если не знаешь Тут вошекся, наверное, на час Все Пошла ко дну наша рыбка В принципе, серия получилась Достаточно короткая Но, тем не менее Полная экшона Мне понравилась И сейчас опять Эти черные Непонятные глисты Субтитры сделал DimaTorzok